Добрый вечер! В эфире итоговый выпуск Вести. Карачева, Черкесия. Все больше добровольцев приходят в пункты отбора, желающих поступить на военную службу по контракту. Сегодня в военкомате Черкеска очередная группа ребят подписала контракт с Министерством обороны России. До отправки на территорию СВО они пройдут специальную подготовку. Подробнее расскажет Альбина Ламкова. Все равно, что это не так поехать. Обдумал и решил. Ну не решил, не подумайте, там за деньги. Подписал, а кто поедет? Кроме нас поедем там тоже себя чем-то полезное сделаем. Я думаю, он там уже, ну, докажем, машина мы или нет. Не то что со словами. За плечами у Мухтара Хасанова служба в Севастополе морской авиации Черноморского флота. Провожают его родные. Конечно, переживают. Решение Мухтара для них было неожиданным. Вчера ночью сестра звонит, говорит, Мухтар уже контракт заключил, завтра провожаем. Мы все взволновались, а что делать, уже нету обратной пути. Мы желаем ему, чтобы у него здоровье было, живым и здоровым он к нам вернулся. Чтобы он целый в сохранности. Пускай Аллах его бережет. Всех, кто находится там. Защищаю наш покой. Пускай все ребята возвращайтесь живыми, чтобы вы зарадовали своих родителей, если они рядом ждут вас. Сестер, жен. Конечно, волнение не передать. Не передать это, наверное, волнение каждой матери, каждой сестры. Поэтому пусть Всевышний возвратит к нам нашу республику. Мира на земле. Самое главное – мира. Остальное все будет хорошо. Возле пункта отбора на военную службу по контракту в Черкесске многолюдно своих героев в зону СВО провожают родные. Объединяет их одно желание – возвращение их на малую родину невредимыми. Ну а пока их ждет обучение на полигонах. После чего контрактники попадут в боевые подразделения. Количество людей подписать контракт не уменьшается. В конце недели постоянно бывает такая большая отправка. А так по 3-4-5 человек мы каждый день отправляем в течение недели. Может любой желающий обратиться в военный комиссарят по месту своего жительства, где его пронинструктируют наши инструктора, которые прокомандированы, сидят в военкоматах. Собирает пакет документов, проходит военно-врачебную комиссию, приезжает к нам, проходит профотбор. И дальше уже по накатанной мы его оформляем, помогаем со всеми необходимыми проблемами. И дальше подписывает контракт. Замир Бачаев отметил, что уже за период с 27 по 30 августа отправлено около 30 человек. Альбина Ламкова, Лебастанов, Вести Карачаево, Черкесия. Ежедневно с автовокзала Черкеска, как по внутренним направлениям, так и в другие регионы и города России, отправляется более 50 автобусов. Очередной рейд инспекторов ГИБДД и ДТН «Автобус» направлен на снижение аварийности, соблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения, связанных с перевозкой пассажиров. Насколько безопасен транспорт, который каждый день выходит на трассу, расскажет Дарья Тендит. На автовокзале, где повседневная суета сливается с ожиданиями пассажиров, очередной рейд проводят инспекторы ГИБДД и ДТН. Все внимание инспекторов обращено на водителей маршрутных такси, рейсовых и междугородних. Они ведут тщательную проверку многочисленных автобусов, которые готовы отправиться в путь. Здравствуйте, инспектор. Документы предъявите, пожалуйста. Пожалуйста. Водительское удостоверение, страховые свидетельства, наличие путевых листов и диагностических карт, огнетушитель, аптечка и, конечно, работа системы ГЛОНАСС и техническое состояние автобуса. На все это обращали внимание инспекторы. Строгие требования и к самим водителям. Особое внимание обращено на режим труда и отдыха, установленных для шоферов. Ни одно нарушение не проходит мимо. Служба по надзору в сфере транспорта уделяет внимание техническому оснащению, а также безопасности в ходе перевозок, оснащению системой ГЛОНАСС, оснащению тахографами, соответственно, соблюдение режима труда и отдыха. Наличие лицензии – это право на разрешение перевозки пассажиров, а также страховка пассажиров. Шамиль Уртенов с 2003 года работает водителем по маршруту Черкесск-Карачаевск. Установленные требования он соблюдает и ответственно относится к перевозке пассажиров. В ходе проверки документов и технического состояния автобуса нарушения обнаружено не было. К подобным проверкам Шамиль относится спокойно. Ну, соблюдаем требования. То, что говорят они, то и мы выполняем. Стараемся все выполнять, как говорят они. Нарушали? Ну, по мелочи иногда бывает, но в основном я не нарушаю. Я законопослушный гражданин. А вот скажите, в этот раз как прошла проверка? Все ли в порядке? Лично у меня нормально все. В проведении наших рейдов все пытаются соблюдать обязательные требования. Соответственно, нарушения потихонечку они исправляют и приводят в порядок свои транспортные средства и пытаются соблюдать законодательство. Водители маршрутных такси хоть и привыкли к постоянным рейдам, однако не все не могут похвастаться порядком в документах. Все же нарушение инспекторам удалось выявить. Государственными инспекторами проверено около 35 транспорта. Привлечено 11 водителей и собраны один материал для дальнейшего привлечения должностного лица. В ходе проверки водители, которые нарушили статью 11.23, часть 3, будут оштрафованы по минимальной сумме полторы тысячи рублей, так как ранее не привлекались. Скажите, а максимальный штраф сколько? От полутора тысяч до двух тысяч на физическое лицо, от 7 до 10 на должностное и от 20 до 5-10 на юридическое лицо. Пунктов, за которые могут оштрафовать, много. Но у инспекторов нет цели наказать рублем. Главное – обеспечить безопасность пассажиров. Дарья Тенди, Талий Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия. Сейчас прогноз погоды от синоптиков, а после продолжим. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь, днем местами сильный. Ночью в отдельных районах сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом с сильным ветром до 25 метров в секунду. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер восточный 6-11, днем будут порывы до 18. Температура ночью 14-19, в горах до плюс 12, днем 24-29 градусов тепла и местами до плюс 20. В южных районах высокая пожароопасность. В Черкесии переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 6-11, днем будут порывы до 18. Температура ночью 17-19, днем 26-28 градусов тепла. Продолжаем выпуск. Сегодня в Республиканской филармонии Черкеска принимали поздравления работники и жильцы пансионата «Гармония». Торжественное мероприятие было посвящено 25-летию со дня открытия социального учреждения. За это время была проделана большая работа по поддержке людей, которые нуждались в помощи. В 2022 году открылся новый современный корпус пансионата. В нем работает профессиональный коллектив. Люди особой профессии душевные, отзывчивые, умеющие сострадать, всегда готовые прийти на помощь. И сегодняшнее торжество было по-семейному, теплым и трогательным, отметили гости. На мероприятии вспомнили всех, чья жизнь была связана с историей интерната. И, конечно, друзей и спонсоров, которые оказывают пансионату значительную поддержку. Специально к юбилею учреждения был организован концерт с участием артистов республики. Также наградили почетными грамотами и благодарственными письмами лучших работников. Хочу поздравить, прежде всего, жильцов, проживающих в данном пансионате, проживающих, как мне кажется, в достаточно комфортных условиях, где получают все социальные меры поддержки, которые необходимы для проживающих в этом пансионате. Хочу поздравить ветеранов, сотрудников данного пансионата, которые долгие годы продолжают оказывать содействие в проживании всем тем, кто находится в данном учреждении. Не люди создают историю, а сама история создает и объединяет людей. Сторожевая башня в станице Красногорская стала местом для проведения красочного историко-культурного фестиваля «Кавказский рубеж». Многообразие и переплетение культур, традиций разных народов сплотил гостей и жителей республики. С яркими подробностями Майя Хамдохова. Уникальная атмосфера единства и дружбы, где каждый мог найти что-то близкое своему сердцу. И всё это – фестиваль «Кавказский рубеж». Организовать яркую, интересную программу, которая ярко раскрыла культурное наследие многонациональной республики, позволил грант, выделенный Карачаевой Черкесией российским военно-историческим обществом. Мы здесь воссоздали впервые этнодеревню, пространство 19 века, сама башня была построена именно тогда. Большая выставка исторических предметов, спортивные игры традиционные для наших народов. Конечно же, большая национальная кухня будет представлена здесь. Но в целом мы работаем над тем, чтобы сам этот объект превратился в объект, привлекающий туристов и жителей республики, призывающий их прикоснуться к истории. Красногорская сторожевая башня – историческая жемчужина края. Старинное сооружение из вековых камней – свидетель истории, нещадных войн и традиционного уклада жизни людей. Эта крепость – яркий пример того, какими неспокойными были прошлые века. Но несмотря на тяжкое время, история сохранилась, и гости, приехавшие из других регионов, с большим интересом наблюдали за культурным наследием многонациональной Карачаева-Черкесии. Очень любим такие фестивали. И очень рады, что вот сейчас вообще возрождается. Я была на Бородинском поле, вот тоже там такой ретро-фестиваль исторический. И вот здесь, что узнаешь много интересного о культуре разных народов Кавказа. Вот это особенно интересно. Нам нравится. Мы приехали из Кисловодска специально, специально на этот фестиваль. Выступление фольклорных ансамблей погружает зрителей в звучание и ритмы традиционной музыки, позволяя насладиться богатством кавказской музыкальной культуры. Выставка народного искусства представляет уникальные изделия из дерева, керамики и текстиля. А мастера традиционных ремесел продемонстрировали свои изделия, которые дошли из глубины веков. Особыми гостями фестиваля стали историки и реконструкторы из соседних регионов Ставропольского и Краснодарского краев, достоверно восстанавливающие оружие, одежду, экипировку представителей разных народов. Кавказ без гостеприимства – не Кавказ, гласит народная мудрость. И гастрономическое наслаждение, ознакомляющее гостей с кулинарными традициями народов Кавказа – тому яркое подтверждение. Горячий чай из старинного самовара с пышным казачьим пирогом с калиной по старинным рецептам и на столе традиционная станичная горилка. Все это придает празднику особый колорит. Заключительным аккордом в фестивале стало выступление артистов. Своими яркими номерами они подчеркнули культурные события, объединяющие людей разных поколений и национальностей. Майя Хамдохова, Али Бастаном, Вести Карачаева, Черкесия, Усть-Джигучинский район. Это все вести, которые мы успеваем вам рассказать. Прямо сейчас смотрите блок политической рекламы и далее закрытие фестиваля «Новая волна». Всего доброго, до встречи! Редактор субтитров А.Семкин